Когда путь совершаете в дороге, и кто-нибудь из вас немощен, оставьте его идти впереди вас, чтобы он, если захочет сесть, садился. Если вы из новоначальных и будете на стороне, наперёд, однажды навсегда, установите себе порядки, как поступать, к умывальнице ли подходите или садитесь за стол, чтобы, когда настанет такой час, вам не мешаться. Но если один ныне пойдёт первым, другой раз пусть пойдёт другой. Когда спрашиваешь старца о помысли, обнажи перед ним со свободой помысл сей, если знаешь, что старец верен и сохранит слово твоё. Когда услышишь о грехе брата твоего, не рассказывай того при ком-нибудь, ибо это смерть для тебя. Когда некие будут говорить о помыслах, борющих тебя, не желай слушать их, чтобы не было это тебе поводом к брани. Понуждая себя творить много молитв, ибо свет для души твоей есть молитва. Каждый день рассуждая, в чём погрешил, и если помолишься о том, Бог простит тебя. Если какой брат настойчиво станет оговаривать пред тобою брата своего, не постыдися остановить его и не поверь ему, чтобы не согрешить. Скажи ему со смирением, прости мне, брате, окаянин я. То, что ты говоришь, за мною водится, и я не могу того понести. Если брат сделает тебе зло, и кто-нибудь станет говорить на него пред тобою, охрани сердце своё, чтобы не возобновилось в тебе злоба, но вспомни о грехах своих пред Богом. И если желаешь, чтобы он простил тебе их, не воздавай ближнему твоему. Если пойдёшь на сторону с братьями, которых ты не знаешь, и окажется, что они меньшие пред тобою, отдавай им честь первенства во всём. Если случится тебе зайти к другу своему, пускай впереди себя во всём, к умывальнице ли подходите или садитесь за стол, и не делай вида, будто они приняты ради тебя. Но им, отдавай эту честь, говоря, «Это ради вас он сотворил со мною милость». Если идёшь в дороге с братом и уклонишься к какому другу своему сказать ему слово по нужде своей, сказав брату «посиди здесь», а друг твой удержит тебя вкусить хлеба, ничто да не внидит в уста твои, прежде чем позовёшь брата, чтобы и он утешился вместе с тобою. Если идёшь в дороге с многими братьями и стыдишься взять их к другу своему, так как их много, смотри, не призри их, и тайком отошедший не вкуси хлеба один, оставив их, но вместе с ними рассмотри, чему быть подобает, и, что они скажут тебе, послушай их со смирением. Идя же дорогою с ними, не присваивай себе большей меры и не бегай от послушнических послужений. Если пойдёшь на сторону и захочешь зайти к брату, а он не пожелает принять тебя, то когда увидишь его потом в дороге или он зайдёт к тебе несведомо, окажи ему наибольшее благорасположение. Если услышишь, что кто-нибудь сказал про тебя слово недоброе, то когда встретишься с ним в каком месте или он зайдёт к тебе, яви к нему лицо своё радостно-радушным и благорасположенным по силе твоей, ничего не говоря ему про то, что слышал, зачем ты сказал это, ибо написано в притчах, кто помнит зло, тот законоприступен. Если вы, братья, зайдёте к брату бедному, не печальте его никакую потребую, но купите себе всё потребное для подкрепления себя пищей, так чтобы избытки остались для него. От него же довольно с вас крова какой нашли. Если зайдёшь к каким старцам, знаемым тебе, и будут с тобой другие, незнаемые старцам, не выказывай при них особого дерзновения к старцам, но пришедшим с тобою уступи место говорить о своих помыслах. Когда будут жить с тобой братья, попеки с о них со строгостью, если будут слушать тебя, зная, что дашь за них отчёт Богу. Если отойдёшь куда, как странник Бога ради, не желай входить в связи с теми, кои и в том месте, и словом своим не вяжись с ними, потому что в таком случае более для тебя полезно быть со сродниками по плоти. Если пойдёшь на гору побывать у братьев в монастырях, то к кому зайдёшь сначала, у того и будь, и к другому не переходи, не спросивши у этого, пойти ли мне или нет. Если он недоволен будет этим, не опечаливай его, пока не выйдешь оттуда. Если на чужбине возьмёшь келью, чтобы жить в ней, не попускай себе иметь многих друзей, довольны с тебя одного на случай немощи, и не погубишь силы, значения, веса, странничества своего. Когда сделаешь благодеяние бедному брату, не призывай его на поделие своё, чтобы не погубить благодеяние, какое сделал ты ему. Если войдёшь в монастырь, пустынное обиталище, которого не знаешь, то где позволит тебе жить обитатель его, там и живи, и в другую келью не входи, пока он сам не позовёт тебя. Если безмолвствуешь келью своей, и брат попросит у тебя какой-либо вещи на потребу свою, то не оставляй для себя этой вещи, потому что иначе нарушишь заповедь относительно брата твоего. Но если ты имеешь вещи, только потребные тебе, а не излишние, то не расточай их на смущение своё, ибо полезнее погубить один из членов своих, а не всему телу твоему ввержену быть в гиену. Если удалился ты от сродников по плоти, чтобы быть странником Бога ради, то не попускай сластному сочувствию к ним, чувству приятности от сопребывания с ними, войти в тебя, и, сидя в келье, не тревожься с сожалением об отце или матери, или воспоминанием о брате или сестре, или сердоболием к детям, или желанием жены в сердце своём, всё, что оставил ты, но воспоминай об исходе своём в нужде смертной. Так как никто из них не поможет тебе тогда, то почему не оставить тебе их ради добродетели? Когда, безмолвствуя в келье своей, вспомнишь о ком, сделавшем тебе зло, встань и помолись Богу от всего сердца своего, чтобы он простил ему, и помысел отмещения отойдёт от тебя. Когда пойдёшь причаститься тайн приношения, охраняй всячески помысл свой или блюдись от всякого стороннего помысла, да не причастишься в суд себе. Если искушён будешь срамными мечтаниями ночью, храни сердце своё, не помышлять о том днём, какие лица были в мечтании, чтобы не оскверниться сластью их и не навести на себя лютого гнева, но припадай к Богу всем сердцем своим, и Он поможет тебе, ибо Он милосерд к немощи человеческой. Если держишь строгое подвижничество, да не понадеется на него сердце твоё, помышляя в себе, будто оно хранит тебя, но скажи помыслу своему, что ради измождения тела Бог внимает молитве окаянства моего и хранит меня. Если кто поносить будет тебя, не противоречь ему, пока замолчит, потом, если испытав себя, найдёшь в себе то, что слышал от него, покайся, что ты согрешил, и благодать Божия примет вас опять. Когда путешествуешь с братьями и будет между ними такой, к которому ты имеешь любовь Бога ради, не показывая особой к нему близости на виду тех, не нашёлся бы и между ними немощный, и не умер бы от ревности. И ты понесёшь грех его, потому что подал ему повод согрешить. Когда пойдёшь к неким, не ожидай, что они рады будут тебе очень, чтобы, когда примут тебя, возблагодарил ты Бога. Если схватит тебя немощь, когда безмолвствуешь в келье, не малодушествуй, но возблагодари Бога. Если увидишь, что душа твоя метется от того, скажи ей, не лучше ли для тебя эта немощь, чем гиена, в которую имеешь пойти, и она успокоится в тебе. Если придёшь к братьям, и один из них скажет тебе, не нахожу здесь покоя, но хочу жить с тобою, не давай ему места, чтобы не дать притыкания прочим. Если же он скажет тебе, умирает душа моя по причине некой скрытной вещи, дай ему способ бежать, но с собой всё же не позволяй жить. Сидя же на безмолвии в келье своей, положи себе относительно пищи правилам давать потребное телу своему, чтобы оно носило тебя и давало совершать службы твои молитвенные, и чтобы тебе не хотелось ходить к другим. Ничего не ешь в сласть, в удовлетворении похоти вкуса, добрый ли то снять или не из добрых. Если будет нужда посетить брата ли какого, или кеновию, никакой сладкой снеди, какая найдётся там, не давай телу своему вдоволь, чтобы захотелось ему поскорее идти в келью и не сделалось оно предателем себя самого. Если демоны станут склонять сердце твоё на подвиги выше сил твоих, не слушай их, ибо они обычно разгорячают человека на всякое дело, для которого он не силен, чтобы он попал в руки их, и они порадовались над ним. Ешь однажды в день и давай телу своему потребное столько, чтобы вставать, когда ещё хотелось бы поесть. Бдение своё совершай благочестно и не лишай тела своего потребного ему, но с разумом и мерностью твори молитвы свои, чтобы иначе от слишком большого бдения не помрачилась душа твоя и не сбежала с поприща. Половины ночи довольны тебе для молитв твоих, и половины для покоя телу. Прежде отхода ко сну проведи два часа в молитве и псалмопении и ляг почить. А когда Господь восставит тебя, твори опять молитвы свои с усердием. Если увидишь, что тело твоё ленится, скажи ему, или хочешь покоя в это краткое время, а там быть вверженным во тьму кромешную. И если понемногу будешь так восставлять себя, придёт к тебе сила к бодренности. Не держи дружбы с людьми, которых совесть твоя боится увидеть другими, нежели как кажется и нежели как тебе желательно, или боится, что через них с другими спознаешься. Да не дашь преткновения в ведении. Если ты в монастыре, имея раба, держишь его при себе, то подвергаешь поношению иноческий чин. Если же подаришь его брату, согрешишь пред Богом. Но или отпусти его, и пусть идёт, или сделай его свободным. Если он захочет быть монахом, сам узрит, или как знает. Ты же не оставляй его с собою, ибо это не полезно для души твоей. Если ты, живя в городе, измождаешь тело своё Бога ради, и человечество тамошнее в ревности станет чтить тебя за это, оставь его и устройся в другом месте, чтобы труд твой не сделался бесплодным. Но если ты победил уже тщеславие, не внимай человечеству, зная, что Бог вместе с тобою соблаговоляет тому, что ты творишь. Если отрёкся ты от мира, то совершенно ничего не оставляй при себе. И если увидишь в себе желание походить, то поболее потрудить тело своё рукоделием, чтобы безмолвствовать кельи своей, мирно вкушая хлеб свой. Если пойдёшь в город продавать рукоделие своё, не спорь из-за цены его, как миряне, но отдай его, как случится, чтобы не погубить силы, значение кельи своей. Когда покупаешь что-нибудь, в чём имеешь нужду, не спорь, что больше того-то не дам за это, но если желаешь эту вещь, понуть себя немного, заплатить требуемое. Если же не имеешь цены её, оставь её молча. Когда начнут потом мучить тебя помыслы, где же возьмёшь, скажи им, «Сей я стал теперь, как все святые, которых Бог искушал бедностью, пока не узнавал, что произволение их верно». И тогда уже выводил их на широту довольства. Если брат положит у тебя какую-то вещь, и ты поимеешь нужду в ней, не касайся её без него, если не сказал ему об этом прежде. Если брат, отходя на сторону, скажет тебе, «Купи у меня такую-то вещь», то если можешь купить, то купи у него. Впрочем, если ты живёшь с другими, не делай этого без их ведома и мнения, иначе оскорбишь ты сожительствующих с тобою. Если будет тебе нужда пребывать в селе своём за каким-либо делом, постерегись позволять себе особую вольность в обращении с родниками по плоти и не вмешивайся в разговоры их. Если возьмёшь, то на временное пользование у брата своего не неради, но постарайся отдать ему то поскорее. Если же это будет какое-либо рабочее орудие, то отдай его тотчас, как кончишь дело своё. Если оно сломается у тебя, почини или новое сделай, не понеради осем. Если судишь что-либо брату бедному в нужде его и видишь, что он не может отдать, не докучай ему и не тесни его, что бы там ни было. Деньги ли или одежда, что бы ты не дал ему по силе своей. Если пришедший в какое место жить, возьмёшь келью и, устрояя всё в ней, потребное, истратишься на неё, а по времени оставишь её, и в ней станет жить какой-либо брат, ты же потом опять воротишься туда, не вытесняй его, но поищи себе другую келью, чтобы не согрешить пред Богом. Но если тот по собственному произволению удалится из неё, ты чист будешь от всякой вины. Если оставил ты какие вещи в келье, а он истратил их, не взыскивая их с него. Когда удаляешься из кельи, смотри, не бери с собой нужных в ней вещей, а оставь их в ней для брата бедного, и Бог благоустроит тебя там, куда отойдёшь. Всякий помысел, борющий тебя, не стыди сказывать на большему своему, и будешь облегчаться от него. Ибо духи ни в ком так не имеют места, как в человеке, умалчивающем о своих помыслах, хорошие ли они или худые. Блюдис, приступая к причащению, иметь зло на брата своего, ибо в таком случае ты сам себя обольщаешь. Если откроется тебе в словах Писания какой-либо переносный, аллегорический смысл, толкуй их аллегорически, но не разоряй и буквы или буквального смысла, чтобы не верить своему разуму более чем святому Писанию, ибо это знак гордости. Если брат твой, прельстившись словами еретиков, уклонится от веры по неведению, а потом опять обратится, не презирая его, ибо это было у него дело неведения. Блюди-с разговаривать с еретиками, желая отстоять веру, чтобы яд скверных слов их как-нибудь не уязвил тебя самого. Если встретишь книгу, которая слывет еретической, не желай прочитать ее, чтобы не наполнить сердце своего ядом смертоносным, но содержит то, в чем просвещен, ничего не прибавляя к тому и ничего не убавляя от того. «Блюди себя от лжеименного разума, противостоящего здравому учению», как сказал апостол. «Если ты юн и не поработил еще тело, то, слыша о высоких добродетелях отцов и устремляясь к ним, не возмечтай достигнуть их, придавая спокою. Не придут они к тебе, если не будешь притрудного сделывать их, а если будешь, они сами собой придут к тебе. Храни себя от уныния, ибо оно уничтожает плод монаха. Когда подвизаешься против какой страсти, немалодушествуй, но повергни себя пред Богом, говоря от всего сердца своего, не могу я против этого, помоги мне, бедному, и успокоишься». «Внемлите милостыни вашей, а не творите предчеловеки, да, видимо, будете ими». Глава 6, стих 1. Наконец Спаситель изгоняет самую пагубную страсть — тщеславие. Это неистовство и бешенство, которым одержимы бывают даже люди добродетельные. Сначала Он ничего не говорил об этой страсти, потому что излишне было бы, не убедив наперед исполнять должного, учить тому, как надо бы исполнять и доходить до совершенства. Но когда Он уже научил благочестию, тогда истребляет и ту язву, которая неприметным образом заражает его. Болезнь эта действительно не вдруг зарождается, но тогда, когда мы исполним уже многое исповеленного нам. Итак, нужно было прежде насадить добродетель, а потом уничтожать страсть, повреждающую плод ее. Чем же начинает спаситель свою беседу? Словом о посте, молитве и милостыне, потому что тщеславие преимущественно присоединяется к этим добродетелям. Так, например, постом возгордился фарисей, когда говорил «Пощуся два краты в неделю, десятину даю из имения» Евангелие от Луки глава 18 стих 12 И в самой молитве искал он суетной славы, творя ее напоказ. Когда уже не было никого другого, то он старался выказать себя предмыторем. «Несмякожи прочие человецы», говорит он, «Илиякожи сей мытарь» Евангелие от Луки глава 18 стих 11 Теперь посмотри, как начинает спаситель слово свое. Он как будто хочет говорить о каком-то звере, весьма хитром и страшном, который может внезапно схватить не совсем осторожного. «Внемлите» внушает «милостыни вашие, не творите предчеловеки». Так и Павел говорит филиппийцам «блюдитеся от псов». Послание к филиппийцам глава 3 стих 2 «Зверь этот подходит тайно и все доброе внутрь нас находящееся тихо развивает и нечувствительно уносит». Итак, после того, как Христос предложил довольно пространное слово о милостыне, представил в пример и Бога сияющего солнце свое на золотые и благие и, всячески побуждая слушателей к этой добродетели, убедил их к щедрому подаянию. Он исторгает наконец и все то, что может вредить этой доброй маслине. Поэтому говорит «Внемлите милостыни ваши, не творите предчеловеки, так как милостыня, о которой прежде было сказано, есть милостыня Божия», и сказав «Не творите предчеловеки», присовокупил «Да видими будете ими». Последние слова по-видимому означают то же, что и первое. Но если кто тщательно рассмотрит, то увидит, что последние слова означают нечто другое и заключают в себе великую предусмотрительность, неизреченную попечительность и предохранение. В самом деле и пред людьми, делающие добро, может делать не для того, чтобы его видели, равно как и не делающие пред людьми, может делать с тем, чтобы его видели. Вот почему Бог наказывает или увенчивает не самое дело наше, но намерение. И если бы не было сделано такого точного разделения, то настоящая заповедь многих привела бы в недоумение касательно раздаяния милостыни, потому что не везде всем можно тайно творить милостыню. Поэтому, освобождая тебя от такой необходимости, спаситель назначает наказание или награду не за совершение дела, но за намерение творящего. Чтобы ты не сказал, что пользы мне, если увидит другой, Христос говорит тебе, я не того требую, но мысли твоей и образа действования. Он желает исправить душу и освободить ее от всякой болезни. И так, запретив творить милостыню для тщеславия и показав вред, происходящее от этого, читу и бесполезность такой милостыни, он опять возбуждает мысли своих слушателей воспоминанием об Отце и небе, чтобы не ограничиться одним только указанием на вред, но вразумить и напоминанием об Отце Своем. Не имоти, говорит Он, мзды, от Отца вашего, иже есть на небесех. Впрочем, и здесь не остановился, но идет еще дальше, внушая и другим образом величайшее отвращение от суетной славы. Подобно тому, как выше Он указал на мытарей и язычников, чтобы качеством лица посрамить подражателей их, так и здесь упоминает о лицемерах. «Егда уба», говорит Он, «твориши милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемере», Евангелие от Матфея, глава 6, стих 2. Так, Спаситель, не потому, что лицемеры имели трубы, но желая показать их великое безумие, этим иносказанием осмеивая и осуждая их. «И хорошо» назвал их лицемерами. «Милостыня их имела одну только личину милостыни, а сердце их было исполнено жестокости и бесчеловечия. Они творили ее не из милосердия к ближнему, но для получения славы. Крайняя жестокость искать для себя чести и не избавлять от несчастья другого, когда он погибает от голода. Итак, Спаситель требует не только того, чтобы мы подавали милостыню, но и того, чтобы подавали ее так, как должно подавать. Обличив таким образом лицемеров и коснувшись их для того, чтобы пристыдить и слушателя, Христос опять врачует душу, страждущую недугом тщеславие и, сказав, как не должно творить милостыню, показывает, как должно творить ее. Как же должно творить? Да не увесть, говорит он, шуйца твоя, что творит десница твоя. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Здесь он опять не руки разумеет, но усиливает свою мысль. Если возможно, говорит, и себя самого и если возможно скрыться от самых служащих тебе рук, то постарайся об этом. Поэтому те недостаточно объясняют данные слова, которые думают, будто спаситель повелевает в них скрываться от худых людей. Здесь он повелел от всех скрываться. Обрати далее внимание, какая обещается награда. Упомянув о наказании, ожидающем лицемеров, спаситель показывает и ту славу, которая ожидает раздающих милостыню в тайне, чтобы и тем, и другим возбудить своих слушателей и возвести их к высокому учению. Он внушает, что Бог везде присутствует и что наши дела не ограничиваются настоящую жизнью, но что после этой жизни мы предстанем на страшное судилище, дадим отчет во всех делах своих и получим или почести, или наказание, и что тогда немалое, невеликое дело не может сокрыться, хотя бы оно во время настоящей жизни по-видимому и было сокрыто от людей. На все это Спаситель сделал намек, когда сказал «Отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе явя» Евангелие от Матфея глава 6 стих 4 «Воздаст, когда представит тебе великое и священное зрелище, когда то, чего теперь желаешь, даст тебе в великом обилии. Чего желаешь ты, говорит он, не того ли, чтобы иметь кого-нибудь зрителем дел твоих? Так вот тебе зритель, сам Бог всяческих, а даже не ангелы, не архангелы. И если же ты желаешь иметь своими зрителями и людей, то он в надлежащее время исполнит и это твое желание, и даже в величайшем избытке удовлетворит его. Если ты ныне захочешь показать себя, то можешь показаться только десяти, двадцати или ста человеком, а если стараешься скрываться ныне, то тогда сам Бог возвестит о тебе пред всею вселенную. Итак, если ты особенно желаешь того, чтобы люди видели твои добродетели, то скрой их ныне, чтобы все с большую честью увидели их тогда, когда Бог сделает их явными, откроет и возвестит пред всеми. Видящие ныне обвинят тебя, пожалуй, и в тщеславии, а когда увидят тебя венчаемого, тогда не только не обвинят тебя, но и все удивятся тебе. Таким образом, если ты можешь получить от Бога величайшую награду и всех привести в удивление, для этого только, потерпев малое время, то подумай, какое бы было безумие лишиться того и другого, и, прося у Бога награду за свои добрые дела, стараться показать их людям, тогда, как на них взирает сам Бог. Если уж нужно показывать себя, то прежде всего нужно показывать Отцу, а особенно, когда Отец властен и увенчать, и наказать. Даже если бы Бог и не наказывал за тщеславие, то и тогда ищущему славу неприлично было бы менять Бога на людей, заставляя их смотреть на свои дела. Кто бы был так жалок, чтобы пренебрегший царем, спешащим видеть его блистательные подвиги, захотел быть видимым одними только бедными и нищими. Потому-то Спаситель повелевает нам не только не выказывать самих себя, но и стараться скрывать себя от других, а не иметь желания выказывать себя и иметь желания скрываться ни одно и то же. И егда молитесь, продолжает Спаситель, не будете якожи лицемери, яколюбят в сонмищах и в стогнах путей стоящей молитесье. Аминь, глаголю вам, восприемлют мзду свою. Ты же, егда молишися, вниди в клеть твою и затворив двери твоя, помолися отцу твоему и же втайне. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 5 и 6. Вот и здесь молящихся с тщеславием он называет лицемерами и весьма справедливо, потому что они, притворяясь, будто молятся Богу, только смотрят на людей и таким образом представляют из себя не молящихся, но людей смешных. Тот, кто желает молиться, оставивший всех, взирает только на того одного, который силен исполнить его прошение. Если же оставивший его, будешь блуждать по различным предметам и всюду обращать взоры свои, то отойдешь с пустыми руками, потому что ты сам захотел этого. Потому Спаситель и не сказал, что таковые не получат мзды, но что восприемлют мзду свою, то есть примут мзду, но только от тех, от кого желают сами. Не Бог хочет этого. Напротив, Он сам желал бы от себя даровать награду, а сами они, ища награды от людей, уже недостойны получить ее от того, для кого ничего не сделали. Смотри, какое человеколюбие Божие, когда Он обещается даровать награду даже из-за те блага, о которых мы просим Его. Итак, Иисус и в рассуждении места, и в расположении обличивший творящих молитвы неподобающим образом, и показав, до какой степени они смешны, предлагает лучший образ молитвы, говоря, «Вниди вклеть твою», и молящимся таким образом обещает награду. «Что ж, спросишь ты, уже ли не должно молиться в церкви? И очень даже, но только смотря по тому, с каким намерением. Бог везде смотрит на цель дел. Если и в клеть войдешь и затворишь за собою дверь, а сделаешь это напоказ, то и затворенные двери не принесут тебе никакой пользы. Смотри и здесь какое точное определение употребил Спаситель, когда сказал «Я куда явится человеком?» Итак, хотя бы ты затворил двери, он желает, чтобы ты, прежде чем затворить их, изгнал из себя тщеславие и заключил двери сердца твоего. Быть свободным от тщеславия дело всегда доброе, а особенно во время молитвы. Если и без этого порока мы всюду блуждаем и носимся своими мыслями во время молитвы, то когда приступим к молитве с боязнью тщеславия, тогда и сами не услышим молитв своих. Если и мы не услышим молитв и прошений своих, то как можем умолить Бога, чтобы Он услышал нас? И однако есть люди, которые, несмотря на все такие наставления, так худо себя ведут во время молитвы, что хотя самих их и не видно было бы, они своими непристойными воплями всем дают знать о себе и как видом своим, так и криком делают самих себя смешными. Не знаешь ли, что если кто и на торжеще будет так делать и просить с воплем, то отгонит от себя того, кого просит, а когда спокойно и приличным образом станет просить, тогда скорее привлечет к себе могущего оказать ему милость. Итак, будем творить молитвы не с движениями тела и не с воплем гласа, но с благим и искренним расположением, не с шумом и гамом, не для показа, способного отогнать ближних, но со всей кротостью, с украшением сердца и непритворными слезами. Но ты скорбишь душою и не можешь не выпиять. Напротив, сильно скорбящему и свойственно именно молиться и просить таким образом, как я сказал. Так и Моисей, когда скорбел, молился таким образом и был услышан, почему и сказал ему Бог, что вопиешь и ко мне. Исход, глава 14, стих 15. Подобным образом и Анна, хотя голос ее не был слышен, получила все, что просила, потому что сердце ее вопияло. Первая книга царств, глава первая. А Авель не только молча, но и умирая молился, и кровь его издавала глаз громче трубы. Востенай же и ты так, как этот святой, я не запрещаю, раздери, как повелел пророк сердце твое, а не одежды. Из глубины призови Бога, из глубины, говорит Давид, воззвах к Тебе, Господи. Псалом 129. Из глубины сердца Твоего извлеки глаз, соделай молитву Твою тайную. Не видишь ли, что и в царских чертогах возбраняется всякий шум, и бывает повсюду великое молчание? Так и ты, как бы входя в царский дом неземной, но более страшный, небесный, покажи великую благопристойность. Ты находишься в сонме ангелов и в обществе архангелов и поешь с серафимами, а все эти лики небесные сохраняют великое благочиние, и свое таинственное сладкопение и священные песни со многим страхом воспевают царю всех Богу. Так соединись с ними во время молитвы и поревнуй их таинственному благочинию. Ты ведь не людям молишься, но Богу вездесущему, слышащему тебя еще прежде твоего голоса и знающему тайны сердечные. Если ты так станешь молиться, то великую получишь награду. Отец твой, говорит Спаситель, ведя и втайне воздаст тебе яви, не сказал дарует тебе, но воздаст тебе. Таким образом Бог сделал себя должником твоим и тем самым опять почтил тебя великой честью. Так как он невидим, то желает, чтобы такова была и молитва твоя. Далее Христос предлагает и самые слова молитвы. Молящийся, говорит он, не лишь глаголите, як уже язычницы творят. Евангелие от Матфея глава 6 стих 7. Когда Христос говорил о милостыне, то устранял только вред, происходящий от тщеславия, а ничего более не предложил. Например, не сказал, что милостыню должно творить от праведных трудов, а не из похищенного и собранного любостяжанием, потому что это было отлично известно всем, да и раньше Спаситель уже указал на это, когда именно ублажил алчущих правды. Говоря же о молитве, он присовокупляет еще и то, чтобы не говорить лишнего, и как там он осмеивает лицемеров, так здесь язычников, чтобы примером низких людей устыдить слушателя. Так как сравнение с отверженными людьми особенно опечаливает и уязвляет человека, то Спаситель этим и предостерегает своих слушателей отчиславия и многоглаголыния во время молитвы. А под многоглаголынием разумеем здесь пустословие. Например, когда мы просим у Бога неприличного как-то власти, славы, победы над врагами, множество богатства, словом, совсем для нас бесполезного. Весть бо, говорит, их же требуете. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. Кроме того, здесь, как мне кажется, Спаситель запрещает продолжительные молитвы. Впрочем, продолжительные не по времени, но по множеству и продолжительности слов, так как с терпением должно ожидать того, чего просим. В молитве терпяще, говорит апостол. Послание к римлянам, глава 12, стих 12. Притом и сам Спаситель, притчу о вдовице, которая немилосердного и жестокого судью преклонила неотступностью просьбы, и притчу о друге, безвременно ночью пришедшем и поднявшем содра спящего не по дружбе, но по неотступному прошению не иное, что заповедал, как то, что все непрестанно должны молиться ему. Что все непрестанно должны молиться ему. Впрочем, он повелел не высылать к нему молитвы, составленные из многочисленных стихов, а просто открывать ему наше прошение. на это он и указал в словах «Мне от бо, яков многоглагол они своем услышаны будут, весть бо, их же требуете». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 7 и 8. «А если он знает, скажет кто-либо, в чем мы имеем нужду, то для чего нужно молиться? Не для того, чтобы указать ему твои нужды, но для того, чтобы преклонить его, чтобы через непрестанное моление соединиться с ним, чтобы смириться перед ним, чтобы вспомнить грехи свои». «Сице уба молитеся вы», продолжает Спаситель, «Отче наш, иже еси на небесех». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. «Смотри, каким образом он тотчас ободрил слушателя и в самом начале вспомнил о всех благодеяниях Божиих? В самом деле, тот, кто называет Бога Отцом, одним этим наименованием исповедует уже и прощение грехов, и освобождение от наказания, и оправдание, и освящение, и искупление, и сыноположение, и наследие, и братство соединородным, и дарование Духа, так как не получивший всех этих благ, не может назвать Бога Отцом». И так Христос двояким образом воодушевляет своих слушателей, и достоинством называемого, и величием благодеяний, которые они получили. Когда же говорит «на небесех», то этим словом не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли, и поставляет его в превыспренних странах и в горних жилищах. Далее этими словами Он научает нас молиться изо всех братьев. Он не говорит «Отче мой» и же «Еси» на небесех, но «Отче наш», и тем самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий и никогда не иметь ввиду собственных выгод, но всегда стараться о выгодах ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и гордость не злагает, и зависть истребляет, и вводит любовь мать всего доброго, уничтожает неравенство дел человеческих и показывает полное равночестие между царем и бедным, так как в делах высочайших и необходимейших мы все имеем равное участие. Действительно, какой вред от низкого родства, когда по небесному родству мы все соединены, и никто ничего не имеет более другого, ни богатый, более бедного, ни господин, более раба, ни начальник, более подчиненного, ни царь, более воина, ни философ, более варвара, ни мудрый, более невежды. Бог, удостоивший всех одинаково называть себя отцом, через это всем даровал одно благородство. Итак, упомянувши об этом благородстве, о высшем даре, о единстве чести и о любви между братьями, отвлекши слушателей от земли и поставивши их на небесах, посмотрим, о чем наконец повелевает Иисус молиться. Конечно, и наименование Бога отцом заключает в себе достаточное учение о всякой добродетели. Кто Бога назвал отцом и отцом общим, тот необходимо должен так жить, чтобы не оказаться недостойным этого благородства и показывать ревность равную дару. Однако Спаситель этим наименованием не удовлетворился, но присовокупил и другие изречения. «Досветится имя Твое», говорит он. «Ничего не просить прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы Его. Вот молитва достойная того, кто называет Бога Отцом». «Досветиться» значит «допрославиться». Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия и никогда неизменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. Об этом Он и прежде сказал, «Да просветится свет ваш пред человеке, якуда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесех». Евангелие от Матфея, глава 5, стих шестнадцатый и серафимы славя Бога так взывают «Свят, свят, свят». Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. Итак, «досветиться» значит «допрославиться». Сподобе нас, как бы так учит нас молиться Спаситель, так чисто жить, чтобы через нас все тебя славили. «Пред всеми являть жизнь неукоризненную, чтобы каждый из видящих ее возносил хвалу владыки, это есть признак совершенной мудрости». «Да приидет царствие твое» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. «И эти слова приличны доброму сыну, который не привязывается к видимому и не почитает настоящих благ чем-либо великим, но стремится к Отцу и желает будущих благ. Такая молитва происходит от доброй совести и души, свободной от всего земного». Продолжение следует...